Блин, ну она побахнет меня сейчас на лысовой здесь. То есть, что ты мне будешь волосы наращивать. Парикматика, здравствуй. Давай, Тёма, успехов, удачи. Ты видишь, да, с левой стороны эту херню? Удовлетворили? Нет. Говорю, а есть в туалет? Есть. Вотнула мне в голову расческу, сделала вот так. Щипнула в меня водой. Я понял, что если со мной не здороваются, быть головой у меня никто там не будет. Нет, там мойка есть. Никаких вопросов не было, типа там, как укладывать здесь дома. Никаких разговоров. 20 минут. С тобой один раз поздоровались, хватит с тебя челедя. Какие виски? А переход вам плавный делать? Ну вроде как плавный, а вроде как и не очень. Юра, забирай! Забирай меня отсюда! Ну у него видишь, у него круто все выглядит, смотри как хорошо. Ну да, если вывести тебе так, как это, да. Сохрани несколько фоток, и когда будешь говорить про то, что типа, что хочу, покажи, вот хотел бы вот так, хотел бы вот так. Визуализация это самое лучшее объяснение того, что ты хочешь. Потому что если ты скажешь, я просто хочу покороче вот здесь, она тебе как дазами покороче. Блин, ну она бабахнет мне сейчас на лысовой здесь. Я тебе приду, что ты мне будешь волосы наращивать. Жена потом опять меня будет стебать, как в тот раз. Когда помнишь, я пришел. Ну тогда ты скажу, что мне вот так, но чуточку длиннее. Чем тебе был шанс? Да. Чтоб был вариант, что ты придумал. Ну смотри, а будет смотреться, если вот тут вот. Но вообще эта тема тебе подойдет. Да. Прикольно, да? Прикольно будет. Ну здесь хотя бы не на нет, а чуть-чуть побольше, что ли. Ну скажи, вот мне нравится там условно вот этот вариант, там, но хочу чуть-чуть подлиннее. У него практически на лысо здесь, да? Ну фактически, да. Фактически, там щетина какая-то. Ну я вот вижу щетину и вену. А у тебя есть щетина и вена? А как насчет твоего шрама? У тебя же здесь шрам, по-моему, где-то был. У меня шрам, вот здесь дырка. Ну шрамы, шрамы, чё, будет проплешинка, ничего страшного. Маленькая проплешинка. Маленькая проплешинка. Я ношу длинные волосы, в основном вот такую перческу, все время делаю вот наверх-наверх, туда-туда. Ну мне надоело, ну надоело с такими волосами. Хочу вот коротко, вот когда я давно, раньше слился коротко. Хочу вот типа как у Криштианова, вот сейчас утрона. Японский бог. Походу все думают, что это охренительно выгодный бизнес. Да. Ну и чё? Район железнодорожного вокзала сделать или что-нибудь, трос Воровского. Тыкай пальцем. Это 8 салонов. В эту сторону куда-нибудь. Сейчас, подожди. Да. Давай так. Пык. О. Парикмахерская. Алло. Парикмахерская, здравствуй. Здравствуйте, девушка. Доброе утро. А подстричься можно сегодня у вас? Можно. А на 12 можно? Можно, подходите. Окей, Артем меня зовут. Запишите, пожалуйста. А сколько стричка будет стоить? 300 рублей. Ага, спасибо. Всё? Попал не туда. Покажите. Пикнул. Три звезды меня куда-то. Да не, ну Артем, не так близко. А что вы будете снимать? Кино для взрослых. А я же не сказал, что я пойду, мы будем там заниматься серьёзными вещами. Он говорит, до четырёх. До четырёх. До четырёх. До четырёх. Так интересно. Вот всё, под мостами, под мостами. Давай, Тёма, успехов, удачи. Давай. 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 Что, всё, Тёма, закончил? Давай, иду. Давай. Я уже подхожу рядышком. Что, нормально? Ты видишь, да, с левой стороны эту херню? Вот эту? Да. Ну, ты ничего не понимаешь, это просто оттуда идёт. Даже не подбрили. Даже не подбрили. Ступеньки велкам. Тут вообще. Слушай, они вообще даже разные. Если вот так прям сзади посмотреть, они, получается, тут одна линия, тут вот такая линия. Но больше всего меня вот этот трэш мне нравится. И вообще, Тёма, ты увидишь потом. Тебя даже тут не подбрили. Просто дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Ну что, поехали. Что, Тёма, давай, колись тебе как было. С самого начала. С самого начала я зашёл, со мной даже... Давай, подожди, давай не так. Удовлетворили? Нет. Я зашёл туда. Ну, думаю, сейчас мне такие, здрасте. Да там вы на время. Мне они, здрасте. Никто даже не повернулся, прикинь. Я говорю, я тут пораньше пришёл. Можно мне подождать, если... Может, пораньше меня? Да. Он такая... Ну, подождите. Говорю, а есть в туалет? Есть. Я такой, а где? Просто есть, да? Да, просто есть, да. А где? Никто не спрашивает вообще. На сколько, кто я пораньше. Тебе не сказали, не мастер какой у тебя, ничего? Ничего мне вообще не спрашивает. Просто вот я сел, и я молча сидел, ждал. Сижу, жду, баба мочит одна. Говорит мужику. Ну, мужик такой, вроде холостой, а баба... Там обстригает, обстригает. Говорит, ты знаете, цвет волос влияет на стиль стрижки. Я думаю, Юра, забирай, забирай меня отсюда. Сел, сижу, жду. То есть они обе закончили. Одна пошла дымить, вторая говорит, садись. Ну, я сел, там так прям неудобно очень сильно. На секундочку, просто стрижка стоит 300 рублей, поэтому, ну, ладно, эконом-класс, допустимо, неудобно. Что дальше? Я это стою, показываю Роналду. 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 Говорю, вот так хочу. Роналду такая, понятно, хорошо. Голову ничего не смотрела мне, ничего не рассматриваю, просто ватула мне в голову расческу, сделала вот так. Посмотрела на меня сверху, взяла машинку и... Да? А помыть? Нет. Ни разу не помыть? Ни разу не помыть? Ну, я понял, что если со мной не здоровается, пусть голову пять дней, никто там не будет. То есть ни до, ни после, ни до, ни после, да. Это уже было сразу... Нет, там мойка есть, но она, наверное, для избранных. Не про вашу честь. Нет, она на вашу честь, да. Щипнула в меня водой, достала инструмент. Машинка с насадкой? Машинка с насадкой, да, и дай сюда свою голову. Но это было вот так. Да, она меня... Пошла фигачить, а потом... Когда надо было добривать, она прижала и начала... Фигачить. Ну, это злостный фейдер. Взрослый фейдер, да. Никаких вопросов не было, типа там, как укладывать здесь дома, а вообще укладывать здесь... Нет, вообще не спрашиваю, укладывайся, не укладывайся. Времени, нет, знаете, разговоры. Времени, никаких разговоров. Двадцать минут. С тобой один раз поздоровались, хватит с тебя челедя. Хорошо, в конце они спросили, продлять будете? Не хотите. Взойдёшь и ко мне завтра. Я тебя подровняю. Ну, она спрашивает, говорит, какая длина? Я говорю, ну, откуда я знаю? Говорю, ну, какая у него длина? Она говорит, а какие виски? Я говорю, ну, как у него виски? Она говорит, понятно. А прямые, там, косые, может, как-нибудь? Я говорю, ну, я не знаю, говорю, смотрите, как лучше. Ну, фотку же я вам показал, как надо. Она такая, а переход вам плавно делать? Или тут выстречу и потом просто. Я говорю, ну, на фотке вроде как бы, ну, плавный переход. Она говорит, ну, вроде как плавный, а вроде как и не очень. Да, ну, подстригла она, говорит, опять же, волосы. Длину такую, ну, блядь, откуда? Откуда я знаю, какая у него длина? Я мастер, да? Я петли могу тебе поставить на дверь домой. Я знаю, как стать, нет? А ты спроси, вам выше или ниже? Я знаю, что вот здесь у меня выстригают мне дырку. Я волос, когда укладываю, у меня вот здесь вот стоит. А вот здесь вмятина, знаешь, кому-то там не петок голову. Вот так сейчас и получилось, да. Ударили мне. Я с ней ничего сделать вообще не могу. Мне приходится как-то, знаешь, там, скрывать вот волосы вот эти. Я пытаюсь в эту сторону потом зафигатить, чтобы не было вот этой дырки. Феном, конечно, злостно, не знаю за что. Пришли в затылок, в лоб, когда в муравчевскую посылу. Я думаю, сейчас, походу, сейчас там пригорит у меня. Жарит запаха. Затылок пикнуло. Пикнуло так неплохо. Деньги взяли. Сколько взяли в итоге? 300 рублей взяли с меня спросили. С 3-пля-300 рублей. Ну, меня спросили устраивает. Я не знаю. Она не представила. Нет, никто, никто там, никто не разговаривает. Мастера звали. Эй. Эй, ты. И они спросили, как меня зовут. Ну, а зачем? Я не до сих пор, но я не знаю, кто там к ним на 12 должен прийти. Прикольно. Короче, это тот вариант, когда ты скажешь в конце на вопрос, вам понравилось или нет, и ты скажешь, что-то нет. Она скажет, я подстригла, все как ты просил. Короче, ты сказал нет, я оставила. Ну что, друзья, всем привет, меня зовут Юрий Жданов. Мы провели сегодня маленький эксперимент, случайный салон и случайный результат. Хочется сразу донести некий месседж. Цель данного видео именно показать вам о том, что случайного результата сплошь и рядом очень много. Никогда не унижайте другого мастера, какую бы работу он ни сделал. Попробуйте сделать лучше, и чтобы другие сказали, да, чувак, ты реально крутой или да, ты крутая. Первое, что хочется, это определить фронт работ. Мы всегда начинаем именно с анализа формы головы. Мы анализируем наличие шрамов, шишек, впадин, затылочных бугров, сосцевидных отростков, теменных углов, ну и так далее, так далее. У нас есть определенные моменты, с которыми нужно поработать. Первый нюанс, это провал в зоне лобной выемки. То есть достаточно серьезный такой провал, достаточно плохой переход, то есть мы должны поработать в этой зоне. Второй момент, разные абсолютно височные зоны, то есть именно висок первый, висок второй. Скругление, это может быть абсолютным дизайном, то есть именно формой скругления, это может быть дизайн, это может быть видение, не может быть технической ошибкой. Потом точно так же говорим об окантовочной линии. Окантовочная линия может быть формой ручка-зонтика, может быть уходить. В данном случае, то есть у нас такая окантовка в форме скобки, но она абсолютно разная. То есть с этой стороны она одна, мы можем это наблюдать, с этой стороны она совершенно другая, то есть тоже можем это наблюдать. Ну и, конечно, такой нюанс, это неподбритые зоны заушной раковины на затылке, неподбритая окантовочная линия абсолютно. Достаточно жесткие срезы на затылочном бугре, возможно отшлифовки машинкой. Вот, то есть это вот самые основные нюансы, над которыми нужно поработать. Честно, пока не знаю, что я буду делать вот с этой линией, потому что я люблю именно ручку зонтика, я люблю вот эту плавно, чтобы удлинялась. Здесь в данном случае пока не знаю, что буду делать, либо буду совсем ее как-то сводить, коротко выводить. Ну, в общем, будем сейчас работать поэтапно. Основная задача наша сейчас это сделать работу так, как можем сделать ее мы, исправить какие-то нюансы, которые, на мой взгляд, являются нюансами. А вы, в свою очередь, оцените в конце этого видео, насколько вам понравится больше предыдущая работа, либо работа, выполненной мной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok